Большая делегация из числа представителей районной и городской власти, депутатов, посетила Лобинскую центральную районную больницу по случаю открытия кушерского физиологического отделения. Но до этого гости осмотрели территорию и многие недавно открывшиеся после ремонта и уже функционирующие объекты начали с инфекционного отделения. Мы поменяли изъянные сети полностью отопления, канализацию, вентиляцию, электрическую часть, изменили конструкцию голов, потому что они деревянные, здесь залит конструктив, поменяли ванны и гномерумы на капель по всему корпусу, то есть создали условия для соблюдения санэпидологов. Данному отделению важно для нераспространения инфекции ограждать больных друг от друга и сейчас небольшие палаты позволяют это делать. Пока большие, по 12 человек пришла сюда работать, то сейчас 2 месяца, 3 месяца, это замечательно. В открывшееся первичное сосудистое отделение поступают больные с инсультами, инфарктами и другими сердечно-сосудистыми патологиями. Здесь врачи, благодаря новейшему оборудованию, имеют возможность поставить диагноз и оказать помощь быстро и качественно. Например, в блоке интенсивной терапии имеется аппарат, отслеживающий и анализирующий пульс дыхания сердцебиения больных. Кроме того, в случае ухудшения состояния он вовремя подает тревогу. Все отремонтированные здания соответствуют санитарным правилам, противопожарным нормам, федеральным стандартам и порядкам оказания медицинской помощи. Но и моральный климат здесь стал другим. Ведь ни для кого не секрет, что в красивом, аккуратном здании легче пойти на поправку. Не дай Бог, мы не успели это все сделать. Оно было бы тогда очень плохо. Так, Илья Натальевич, вот тебе спасибо, говорят женщины. Спасибо. Не болейте. Спасибо. Главное не болейте. Здравствуйте. И главное, все соответствует санитарным нормам. Кроме этого, больницу ждут и другие положительные моменты. С 1 сентября приступаем мы к осенней погоде. И сотрудникам Лобинского ЦРБ, раздачицам, это сложно. Потому что разные погодные условия. Снег, ветер, дождь. Поэтому мы приняли решение, наш комбинат общественного питания будет оказывать услугу не только по организации и приготовлению питания, но и по развозу. Будет специально оборудованная машина с тормозами, где будет развозить по отделениям. И около каждого крылечка свою продукцию будет принимать раздачица. Также на базе больницы появилась столовая для медицинских работников. Есть различные меню, несколько вариантов. Предлагаются для сотрудников цены школьные, так как мы работаем и в школьных столовых, поэтому цены низкие, доступные. По-новому теперь выглядит и работает прачечная. Акушерское отделение, дом, где рождается счастье, открыли в торжественной обстановке. Право перерезать красную ленту предоставили главе района Александру Садчикову, депутату ЗСК Владимиру Михайлову и главному врачу больницы Ренату Жаркову. В таком виде сейчас акушерское отделение готово принимать женщин города, района и соседних территорий. И для сравнения кадры сделаны год назад, когда работа только началась. Роддом сейчас представляет собой уровень перинатального центра. Полностью оснащен медицинским оборудованием последнего поколения. Мы приобрели операционный стол с электроприводом, новые современные бактерицидные лампы, новый реанимационный и ненатальный комплекс для выхаживания недоношенных детей, как с низкой массой тела и как с экстремально низкой массой тела. Приобрели также оборудование для ИВЛ, для искусственной вентиляции легких, для рожениц. Полностью оснащен родзал и смотровые и малооперационные оснащением последнего поколения. Это оборудование, как используемое во время операции, новым инструментарием. Также в каждых палатах есть инфузаматы, линиаматы. Так и для новорожденных все приспособления для выхаживания недоношенных и новорожденных детей. 2013 год объявлен годом здравоохранения. При поддержке краевой власти в лице губернатора Александра Ткачева в рамках программ по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений уровень здравоохранения Кубани значительно улучшился. И лобинская медицина благодаря модернизации шагнула далеко вперед. Объемы выполненных работ очень большие. Это и сельские ФАПы, и сельские больницы, это развитие здравоохранения сельской местности. Это то, что сейчас уже, как мы можем подводить итоги сделанных и выполненных работ. И также их перспектива. Мы можем сказать уверенно о том, что центральная районная больница Лобинского района уверенно набирает темпы. Она проводит большую реконструкцию, большие капитальные ремонты, оснащается современным оборудованием, в современном стиле ремонтируются и технологически приспосабливаются те здания, где размещены отделения. Это то, что мы с вами посмотрели сегодня. Сегодня мы понимаем ту огромную ответственность города, потому что город стал межрайонным центром по некоторым видам медицинской помощи. Но техпереоружение сегодня настолько серьезное, что даже трудно еще сегодня его оценить. Это все оценится со временем. Но сегодня здесь можно быть уверенным в том, что нашим горожанам будут предоставлены все виды медицинской помощи, о которой еще вчера никто и не мечтал. Вы помните, был национальный проект, была модернизация. Сегодня дорожная карта по другому, план мероприятий, по организации медицинской помощи населения России в нормальных, достойных условиях, в соответствии с стандартами медпомощи, в соответствии с уровнями. Поэтому в здравоохранение будут вливаться большие деньги на приведение в соответствие наших зданий, учреждений, оснащение оборудования, привлечение кадрового потенциала. Поэтому я считаю, сейчас вот именно то движение вперед, которое в здравоохранении позитивно даст свои результаты в ближайшие годы. За праздником в Лобинской ЦРБ следил и Аист. Именно он будет приносить счастье в лобинские семьи. Пока в палатах Лобинского родильного дома пусто и тихо. Но совсем скоро здесь будут слышны голоса молодых мам и крики новорожденных, оповещающие о начале новой жизни. Малыши появятся на свет в атмосфере новизны, красоты и даже торжественности. И пусть их жизни будут такие же светлые и, конечно, счастливые. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.